Рецензируемый научный журнал образования и саморазвития был создан в июне 2006 года. Он был основан Валентином Андреевым. Ежегодно в Казанском федеральном университете проходят андреевские чтения. Они посвящены памяти профессора КФУ, заслуженного деятеля науки Российской Федерации. Судьба журнала была непростая, ему предстояло пройти сложный этап структурного изменения. В свое время вольное сетевое сообщество «Дисернет» признал журнал Казанского федерального университета образования и саморазвития одним из слабых в своем направлении. Судьбе с этим ему предстояло пройти этап трансформации, который направлен на исправление ошибок, которые в свое время не были учтены прежней редакцией. Мы начали вот эту непростую работу по ретрогированию статей, по отзыву статей, которые были обвинены в плагиате. И надо признать, что большая часть статей она была вполне оправдана. Учли все эти замечания и в конце прошлого года «Дисернет» дал итоговое заключение, что все претензии к нашему журналу сняты. И опыт нашего журнала будет представляться как лучший опыт трансформации российского журнала. Участие Казанского федерального университета в программе 5.100, которая проводится Министерством образования Российской Федерации в соответствии с указом Владимира Путина, поставило перед университетом новые задачи, которые были также направлены на структурные и идеологические изменения научного журнала образования и саморазвития. Два года назад мы начали перестройку журнала образования и саморазвития. Здесь нам очень сильно повезло. Мы познакомились в то время еще с редактором очень авторитетного British Journal of Educational Technology профессора Ником Ражби, который после выхода на пенсию два года назад согласился возглавить наш журнал и начать работу по его переформатированию в соответствии с международными требованиями. Новым главным редактором стал авторитетный английский ученый в области образования Ник Ражби, который более 20 лет являлся главным редактором высокорейтингового журнала British Journal of Education Technology. Профессор Ник Ражби очень известный ученый. Журнал, который он редактировал более 20 лет, входил в первый квартиль в области education. И когда в нашем университете в качестве наших коллег работают такие авторитетные ученые, я думаю, это очень важно для узнаваемости, для продвижения нашего университета. Новая миссия журнала связана с ориентацией КФУ на интеграцию в мировое образовательное и научное пространство, на публикацию в журнале эффективных психолого-педагогических разработок, получивших высокую экспертную оценку в российской и зарубежной образовательной практике и положительно повлиявших на качество образования. Сейчас я вижу на примере своих коллег, что мы проходим через эти болезни роста и начинаем публиковаться в журналах высокорейтинговых. И вот именно эту задачу, сделать наш журнал образования и саморазвития высокорейтинговым, мы для себя поставили. Под руководством нового редакторской команды начался процесс трансформации в соответствии с международными требованиями. Работа оказалась долгой и кропотливой, не самой простой, чтобы он был включен в систему Web of Science. На данный момент редакторской командой исправлены все ошибки. Журнал прошел успешный первый этап проверки в Нидерландах и направлен на рецензирование в Россию. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универ Ньюс.